Самые сильные спортсмены уже полвека тренируются здесь, в секции тяжелой атлетики Центра развития физической культуры, спорта и отдыха, расположенной на территории стадиона «Локомотив». Эти молодые люди способны поднять вес, значительно превышающий их собственный. Чтобы постоянно увеличивать показатели, тяжелоатлетам необходимы упорство, владение техникой, хорошая координация и целый набор других важных характеристик. О некоторых из них рассказал тренер отделения Евгений Команделинов. У нас скорость на силовой вид спорта не просто сила, а как видите, мы скоростью работаем, должна быть также растяжка хорошая, должна быть прыгучесть и вообще в принципе тело должно быть крепкое в общем. Благодаря всем этим качествам в текущем сезоне воспитанники секции достигли новых высот. Евгений Команделинов подвел итоги уходящего года, который оказался богатым на достижения. Этот год достаточно удачный у нас. Ездили мы и на соревнования городского уровня, там вот ребята, которые начинали заниматься, показали себя неплохо, с призабыми местами. Ну и были соревнования всероссийские. Дали бой, показали свои лучшие результаты, установили личные рекорды. Все, что мы здесь нарабатывали, мы туда поехали и выполнили. Осенью завершился Кубок губернатора Московской области. На масштабных региональных соревнованиях, объединивших свыше 50 тысяч участников, представителей более двух десятков видов спорта, Дмитровские тяжелоатлеты достойно представили свой муниципалитет. Воспитанник Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Виктор Евсеев забрал золото турнира. Было много интересного и были достаточно хорошие соперники. Я даже не ожидал, что выиграю. Решающее было сражение, там, поздний вес, я нервничал очень. Вытолкнул 65, вырвал 55. Турнир памяти маршала Жукова, прошедший в Обнинске в мае, и соревнования «Серебряный гриф», которые состоялись в Туле в конце ноября – главные старты 2023 года для юных дмитровских тяжелоатлетов. Максим Кузьмин завоевал награды каждого из состязаний. Из Обнинска спортсмен привез золото и стулы серебро. Он поделился впечатлениями от последнего турнира и рассказал о дальнейших планах. После соревнования были очень тяжелыми. Соперник был очень токсирный. Толкнул 60, 62 не смог, не успел установиться. И вырвал 58. Хочу толкнуть 65, вырвать 60. Тяжелая атлетика – спорт не только настоящих мужчин. И это доказывает бронзовый призер турнира памяти Жукова, однофамилица маршала Победы Дарья. Соревнования очень понравились, были очень хорошо организованы. И также было много участников. И было очень приятно выступать. Я установила рекорд в сумме. У меня была сумма 91 килограмм. Это превышает третий разряд взрослых. Дарья продолжает спортивную династию. Ее отец и дед тоже тяжелые атлеты. Оба, кстати, занимались в этой же секции. Однако главная причина, по которой девушка увлеклась этим направлением, другая. Лично меня привлекает именно красота, техничность этого спорта. То, что можно совершенствоваться в нем много. Тяжелая атлетика – один из олимпийских видов спорта. Кроме того, она является важной составляющей в подготовке представителей многих других направлений. Вот и среди воспитанников секции есть те, кто тренируется в разных дисциплинах. Например, Марат Палочкин, серебряный призер Всероссийского турнира по тяжелой атлетике «Серебряный гриф», вместе с братом серьезно занимается греко-римской борьбой. Оба направления, одинаково любимые мальчиком, помогают добиться успеха в другом виде. Тяжелая атлетика мне помогает вырывать спорта прогибом, чтобы были сильные ноги у меня. А борьба помогает тяжелой атлетике. То, что в тяжелой атлетике нужна выносливость, а в борьбе нужны ноги. Поднимать большие веса, справляться с волнением и, несмотря ни на что, идти к своей цели – всему этому учит руководитель секции Евгений Команделинов. Ученики отвечают тренеру глубоким уважением. Я очень благодарна тренеру за то, что он учит нас дисциплине, за то, что он учит нас собираться, учиться на своих ошибках, учиться на чужих ошибках, все время совершенствоваться. Очень трудно. Он добрый и отзывчивый, всегда помогает, в чем ты не справляешься. Помимо юных спортсменов здесь занимаются и опытные ветераны – ориентир для подрастающих штангистов. В ноябре Илья Герасимов и Максим Жуков, отец Дарьи Жуковой, завоевали золотые медали Кубка России среди старших возрастных групп, которые принял город Майкоп. Невероятный уровень, да. Интересные были очень соревнования. Не удалось собраться и показать одни из своих лучших результатов, что позволило мне занять первое место впереди в соперник. Вот. И как бы я поднял 131 килограмм в рывке и 161 килограмм в толчке. Дорога немножко вымотала, поэтому не смог показать тот результат, который хотел, но немножко хватило. Так что будем готовиться дальше. Чемпионат России будет весной проходить в Калужской области. С Ильей Алексеевичем будем готовиться. Постараемся показать хороший результат. Илья Герасимов не только сам выступает на соревнованиях, но и готовит будущих чемпионов. Калужской деятельности мне очень интересно. Интересно растить растающие поколения. Интересно смотреть за их результатами, насколько они прогрессируют. Посмотреть какие-то качества положительные, отмечать. Также это помогает мне развиваться самому. Потому что, как говорят науки, в спорте, то есть человеку нужно чему-то научить, тогда ты поймешь процесс сам в большей степени. И я на себе это ощутил, совершенствую свою технику и свои результаты в частности. В следующем году отделению тяжелой атлетики Центра развития физической культуры спорта и отдыха также предстоит немало ответственных соревнований. Кроме того, руководство секции готовится к проведению собственных состязаний. Четвертого турнира памяти первого тренера Александра Михайловича Караулова, подготовившего множество титулованных штангистов, обладателей звания мастер спорта и кандидат в мастера спорта. Соревнования состоятся в апреле 2024 года и по замыслу организаторов станут настоящим спортивным праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова